И сделал 3D Max и просил такой набросок, как это выглядело бы в жизни. То есть два человека стоят, не управляя планшетом, двумя роботами, которые дерутся друг с другом. Цель — это устранить робота-соперника. Планшет выступает в роли центра управления роботами. Вот очень схематическая схема, из чего состоит проект, из его главных модулей. Это два робота, это Google EDK, плата Arduino EDK, и сам планшет или любой Android-устройство, которое поддерживает работу с USB-аксессуаром. Также вы видите в результате робота, приложение на Android и коробочка. Схематические три главные составляющие этого проекта. Теперь немного расскажу о самих роботах. Сердце каждого из роботов, сердцем каждого из роботов, является микроконтроллер Arduino Uno. Один из самых популярных и легко доступных микроконтроллеров для любителей радиотехники. Обмен сообщениями по беспроводному каналу производится через радиомодуль USB и при помощи библиотеки Easy Transfer Library, которая помогает избавиться от очень важных проблем, если бы я реализовывал обмен сообщениями сам. Я могу рассказать об этом попозже, сейчас нет времени, так что опять не потом будет ближе. Также мы в каждом роботе есть два мотора, которые приводят движение колес. Кроме колес, есть сервопривод, который приводит движение руку робота. Также я использовал, вернее, была проблема небольшая, но мы сделали ее, работа асинхронная работа робота без использования обратного прерывания. Я пока продемонстрирую во время демо, что это такое, о чем я говорю. Есть светодиоды для подсветки колес. Это было спонтанное решение, когда в один из тестов я понял, что роботы смотрятся как-то не очень качественно и красиво, и нужно как-то отличать синего от красного. И, по-моему, подсветка для подсветки колес – это прекрасное решение добавить какой-то красоты этим роботам. Также была одна из больших проблем, и очень долго решалась – это правильная компоновка элементов всех этих элементов, микроконтроллеров и других компонентов внутри корпуса, чтобы при ударах они не вылетали, конечно же, и никак не кортились. Вторая большая составляющая – это сам планшет и модуль EDCAY. Аксессоры developed new kit. Ардуино EDCAY, этот микроконтроллер, в моем проекте осуществляет связь между отбранным приложением и контролем самих роботов. Он легко программируется, так же, как и сами роботы. Это стандартный язык, на котором пишут программы изучения для микроконтроллеров Ардуино. Это процессинг, так же можно использовать в библиотеке, написанной на C. Благодаря тому, что я разделил проект на роботов, и остальное все немного отдельно, я смог отлаживать это раздельно. И это очень помогло, потому что каждый раз запускать целиком кучу разных приложений – это было бы не сильно удобно. А планшет является просто клиентом, USB клиентом, который имеет, благодаря новой API, удобные функции для работы с USB аксессуарами. Один из самых интересных функционалов – это то, что я могу, допустим, на примере продавать этих роботов как игрушку в магазине. И когда покупатель первый раз дома подключит их к Android-устройству, то если у него не установлено приложение, специализированное для управления этими роботами, то ему высветится окошко, которое может ему пройти в маркет или на любой другой сайт, который я укажу, и установить программное обеспечение. Также на Android-платшете в приложении визуализируется ход игры, как бы там отображается счет и также то, чем управляют роботы – джойстики и игру. Сейчас я попробую продемонстрировать демо. Можно подержать нас, аплодисменты. Итак, у нас, к сожалению, нету клуба, который проектировал изображение с планшета на экран, но мы постараемся догадать вам, на что способны эти роботы. Вот на этом слайде было видно, как выглядит приложение в андроиде, на планшете. Это отображается счет каждого робота, каждого игрока. И элементы управления. Два джойстика у каждого игрока по джойстику и кнопка удара робота. Теперь краткая демо. Вот сейчас, может, что Андрей ударил меня моего робота? Только что Андрей ударил моего робота по голове, и так получилось, что теперь счет 1-0 показывается. Сейчас я продемонстрирую, подожди, пока. Вот в данный момент я ударил робота Андрея по голове, и теперь я выигрываю игру. Соответственно, цель игры, это как можно больше удара наносить роботу-сопетника по метке на любую руку робота, и, соответственно, выиграть игру. Я понимаю, что демо не очень, понятно, наглядно возможно, но некоторые уже играли, и некоторые могли видеть демо в зоне жена, и, ну, через чё, сейчас мы должны на точку адресацию. Кажется, может, кто захочет попробовать сам играть в эту роботу, и понять, насколько это действительно увлекательно и красиво. Потому что цель проекта была, для меня, цель проекта была единственной. Сделать даже взрослых дянин, которые, бизнесменов, когда они играют в эту игру, чтобы они просто улыбались и визжали, как дети. Я думаю, мне удалось. Большое спасибо за контакт с вами. Спасибо.